О том, что долги нужно возвращать и делать это вовремя, теперь знает 28-летний молодой человек, которому кредитор сломал ребра и челюсть. ЧП произошло в выходные во дворе одного из домов в Кирове. 37-летний знакомый потерпевшего попытался по-хорошему вернуть деньги, но не получилось. Тогда ранее судимый мужчина выманил должника на улицу и сбил его. Подробности в следующем материале. Ранее судимый? Да. По каким статьям? Последняя, 105-я, 5-я. 37-летний Олег не так давно вышел из тюрьмы, отсидел срок за убийство. Об этом узнал его 28-летний знакомый и решил попросить у него денег в долг. У меня деньги занимало на 5 дней. Это было 20 июня, после того, как я освободился. Два дня еще на воле. Обменялись с телефоном, потом он мне позвонил через два дня и говорит, что у меня есть денег? Я говорю, сколько надо? Он мне сказал, 1100. Я говорю, ты смотри, у меня последние деньги. Он говорит, я тебе через 5 дней отдал. Вернуть деньги в срок потерпевший не смог. Он стал избегать Олега. Тот, в свою очередь, выманил его из подъезда с помощью его друга. Он его вызвал в подъезд. Тот вышел, вот, накрыть себя, все происходило. По словам Олега, он был немного пьян, выпил бутылку пива. После избиения должника доставили в больницу. Врачи сразу поняли, что это не несчастный случай и сообщили в полицию. Потерпевшему были причины различные травмы, переломы челюсти, переломы рюка. Сотрудники полиции сумели установить предполагаемого преступника. Им оказался 37-летний ранее судимый мужчина. Олега в итоге задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное подчинение тяжкого вреда здоровью». Кредитору грозит до 8 лет тюрьмы. Михаил Вагин. Место происшествия.